Продолжение следует... Пожалуйста, где у нас? Она вот там готовится. Пожалуйста, где у нас? Пожалуйста, где у нас? Выйдет, мы его подключим. Так, остальные все отдали своей презентации? Ну, немножко времени у нас теперь образовался запас, можно немножко потратить на технические... Так, остальные все отдали. По антиретровирусной терапии Молдова. Внедрение ДКП в Молдове. Пожалуйста. Да, спасибо большое за предоставленную возможность рассказать о опыте внедрения ДКП в Молдове. Ну, то, что ДКП работает, наверное, не надо никому говорить об этом. Единственное, если можно, пульт для перелистывания слайдов. Или вы будете делать это? Да. Ага. Впервые ДКП начали говорить как об эффективном методе, одним из эффективных методов профилактики уже давно. Исследования доказали ее эффективность. И мы попытались в Молдове внедрить доконтактную профилактику. Он, к сожалению, не работает. Что-то у нас сегодня много технических проблем. А, вот есть. Да. И перед тем, как я начну рассказывать о нашем опыте, я хочу коротко рассказать немножко о ВИЧ-инфекции в Республике Молдова. Эпидемия ВИЧ-инфекции в Республике Молдова, как и во всем регионе, характеризуется концентрированной эпидемией среди потребителей инъекционных наркотиков, работников секса и мужчин, практикующих секс с мужчинами. Тенденция эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Молдова несколько меняется. И согласно последним биоповеденческим исследованиям, мы видим, что снижается распространенность ВИЧ-инфекции среди таких групп, как потребители инъекционных наркотиков и работницы секса. Но мы наблюдаем очень значительный рост среди группы мужчины, практикующие секс с мужчинами. И начиная с 2009 года, когда мы начали делать первые биоповеденческие исследования, мы видим этот рост практически в этой группе в 10 раз. То есть, если в 2009 году распространенность ВИЧ-инфекции в группе мужчин, практикующих секс с мужчинами, был в пределах 1%, то в прошлом году мы зафиксировали распространенность 11,5%. Вы видите, какой значительный рост произошел за последние 10 лет. Если говорить о достигнутых 3,90, то расчетное количество ВИЧ-инфицированных, оценочное количество в Республике Молдова, конечно, не сравнить с теми цифрами, которые есть в ваших странах. Это около 15 тысяч. Людей, знающих свой статус, где-то 66%, около 10 тысяч, 9679. Людей, принимающих антиретровирусную терапию на 1 января 2021 года, около 7 тысяч, 6 тысяч 810. И имеющих полную вирусную супрессию, 5 тысяч 918. Ужасно. Программы профилактики ВИЧ-инфекции среди групп риска начали внедряться в Республике Молдовы с 1998 года. Раньше это была исключительно раздача шприцов и презервативов среди потребителей инъекционных наркотиков. С 2002 года мы начали внедрять эти программы и среди мужчин, практикующих секс с мужчинами. На сегодняшний день доля профилактики в общем объеме финансирования национальной программы в 2020 году составила около 40%. И занимает самую большую область, скажем так, из финансирования других всех мероприятий из национальной программы. Чем еще можем гордиться, наверное, что с 2018 года был разработан механизм финансирования услуг профилактики из средств государственного бюджета, а именно из средств национальной страховой компании. И с 2018 года было выделено полтора миллиона лей молдавских, в 2019-м один миллион лей, в 2020-м тоже сумма приблизительно около миллиона лей, если в переводе на другую валюту. Это около 50 тысяч евро или 60 тысяч долларов. Я говорила уже о том, что наблюдается некоторое снижение ВИЧ-инфекции, распространенности ВИЧ-инфекции среди группы потребителей инъекционных наркотиков и работников секса, и, наверное, не в последнюю очередь благодаря тому, что работают программы профилактики. И если говорить о охвате программами профилактики этих групп, то мы видим, что около 60% в 2020 году от оценочного числа получили стандартный пакет профилактических услуг, который включает в себя не просто раздачу инструментария, стерильных игл, шприцов и презервативов, но включает в себя информационные материалы, включает в себя обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Среди работниц коммерческого секса этот процент намного ниже, и самый низкий процент – это особо сложная группа, с которой сложно работать, труднодоступная группа – это мужчины, практикующие секс с мужчинами. И вот если говорить о доконтактной профилактике, то впервые в Молдове мы заговорили о ней, проводя исследования в 2016 году, когда в Молдове появилась возможность использования быстрых тестов вне правительственных организаций и проведения быстрого тестирования силами обученных сотрудников неправительственных организаций. И вот тогда мы заметили такую тенденцию, что даже бенефициары наших, получатели услуг наших программ профилактики, а в основном это были мужчины, практикующие секс с мужчинами в этой группе, получая презервативы, имея информацию о возможности инфицирования ВИЧ, через определенный момент, тестируясь раз в 6 месяцев, были отрицательные, а потом становились положительными. И когда мы делали наш основной нормативный акт в 2014 году, это национальная программа по ВИЧ-СПИДу, мы обсудили необходимость введения доконтактной профилактики в национальную программу на 2016-2020 годы, и тогда мы все, как гражданский сектор, так и государственный сектор, сошлись во мнении, что пока мы не готовы к введению, и, наверное, нет необходимости. Когда мы заметили эту тенденцию, что люди знают другие средства профилактики, но не пользуются ими, вопрос стал о том, что надо вводить или внедрять доконтактную профилактику, как один из методов профилактики. Только ради этого пересматривать программу были пока не готовы, но на тот момент мы пересматривали национальные протоколы в области ВИЧ-инфекции, и первый нормативный акт, который послужил базой для доконтактной профилактики, это было принятие национального клинического протокола номер 313 доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Надо сказать, что национальные протоколы у нас являются обязательными для исполнения для всех медицинских учреждений, и уже впервые, как отдельный объектив национальной программы, доконтактная профилактика появилась в национальной программе на 2021-2025 годы, и включала в себя следующие мероприятия, о которых я подробнее расскажу позже. Это обеспечение доконтактной профилактики как на базе медицинских учреждений, так и на базе некоммерческих организаций. Это постоянное обновление нормативной базы, здесь речь идет о национальных клинических протоколах, о стандартах институциональных, о инструкциях для пользования. Также сюда включаются кампании по информированию о преимущественных приемах доконтактных профилактики, а также круглые столы для обсуждения достигнутых результатов. Как я уже говорила, что национальный протокол был принят в 2018 году приказом Министерства здравоохранения, и основным показанием для назначения доконтактной профилактики был ВИЧ-отрицательный статус, отсутствие подозрения на острую ВИЧ-инфекцию и наличие существенного риска заражения или инфицирования ВИЧ. И противопоказанием являлся либо ВИЧ-положительный статус, либо подозрение на острую инфекцию. В национальном протоколе мы не концентрировались строго на определенной группе, то есть мы не говорим о том, что доконтактную профилактику имеют право получать только мужчины, практикующие секс с мужчинами, мы говорим о том, что на доконтактную профилактику имеют право все имеющие высокий риск инфицирования, независимо к какой группе вы себя относите. И, кажется, вот протокол был принят. В 2018 году основным исключением ВИЧ-инфекции, основным противопоказанием являлось исключение ВИЧ-инфекции, которое надо было сделать в день назначения доконтактной профилактики. И основным режимом, который рекомендован, ну и до сегодняшнего дня национальным протоколом, был постоянный прием доконтактной профилактики. То есть сначала минимум за 7 дней до рискованной ситуации. Постоянный прием предусматривает ежедневный прием препаратов и прекращение доконтактной профилактики через 28 дней после последней рискованной ситуации. Хочу сказать, что на сегодняшний день этот протокол находится на пересмотре. И мы пользуемся не только постоянным приемом, но рекомендуем также и прием доконтактной профилактики по требованию. Какие основные, ну скажем так, исследования, консультации, которые рекомендованы для тех людей, которые принимают доконтактную профилактику? Это тестирование на ВИЧ. Согласно национальному клиническому протоколу, тестирование на ВИЧ рекомендуется каждые 3 месяца. И тут мы как-то столкнулись с такой проблемой, что после первого тестирования на ВИЧ, до начала доконтактной профилактики наши пациенты были отрицательные. Потом вдруг у нас было 2 случая, когда в первые 3 месяца они стали положительными. Мы приняли решение, скажем так, изменили рекомендацию по частоте тестирования. И первое тестирование на ВИЧ-инфекцию мы рекомендуем теперь через 1 месяц после начала доконтактной профилактики. Таким образом мы исключаем тех людей, которые были в острой фазе. Тестирование на сифилис также рекомендуется каждые 3 месяца. Тестирование на вирусные гепатиты 1 раз в 6 месяцев, 1 раз в год. И тестирование на клиринскреатинин 1 раз в 6 месяцев. Обязательно идет консультирование по приверженности, о необходимости профилактики других инфекций, передающихся половым путем и рекомендации по контрасепции. Доконтактная профилактика рекомендована как мужчинам, так и женщинам. И вот нам казалось, что все хорошо, у нас принят протокол, мы можем начать работать. Но если честно, протокол был принят в феврале 2018 года. Подводя итоги 2018 года, мы имели только одного человека, который принимал на конец года доконтактную профилактику. Это женщина из дискордантной пары, где ее партнер еще не достиг вирусной нагрузки. И мы столкнулись с такой проблемой, что нормативная база есть, препараты есть, а желающих принимать доконтактную профилактику, такая парадоксальная ситуация, у нас отсутствует. И мы поняли, что где-то у нас существует барьер, который надо каким-то образом изменить. Проведя круглый стол, мы пришли к тому, что не все представители групп РИСКа готовы обращаться в медицинские учреждения. Дело в том, что доконтактная профилактика у нас выдавалась только на базе специализированных медицинских учреждений, которые выдают антиретровирусную терапию. Нам казалось, что это близкие услуги, близкая область, и все будет прекрасно. И мы попробовали внедрить для большей, скажем так, доступности доконтактной профилактики, мы изменили метод предоставления доконтактной профилактики и попробовали внедрить еще два других способа. На полностью, на базе некоммерческих организаций. Что это значит? Что все консультирование по приверженности, все тестирование необходимое, исследование, делается быстрыми тестами, и делают это специалисты, специально обученные сотрудники некоммерческих организаций. Дальше с результатами теста они обращаются к медицинскому работнику, который приходит именно туда, в некоммерческую организацию, консультирует и назначает в случае необходимости, оценивая все преимущества и недостатки, существуют ли факторы резко, назначает доконтактную профилактику. Это получилась такая модель на базе некоммерческих организаций, коммунитарная доконтактная профилактика. Некоторые некоммерческие организации ввели такой, так называемый, смешанного типа. Что это значит? Когда рассказывают о преимуществах доконтактной профилактики работники некоммерческих организаций, в случае, если пациент готов к приему доконтактной профилактики, они его сопровождают непосредственно в медицинское учреждение, специализированное медицинское учреждение, где доконтактная профилактика назначается. Следующий слайд. И таким образом я вам рассказала о трех моделях предоставления доконтактной профилактики. На сегодняшний день в Республике Молдова существует три модели. Это чисто на базе специализированных медицинских учреждений, куда обращаются люди и получают все услуги. Препараты для доконтактной профилактики закупаются централизованно, из средств государственного бюджета, как и все остальные антиретровирусные препараты. На базе специализированных медицинских учреждений услуги оплачиваются из средств страховой национальной компании, компании обязательного медицинского страхования. На базе некоммерческих организаций из внешнего источника, из средств глобального фонда и организации ЮНЕЦ в 2020 году, а в 2021 году исключительные средства глобального фонда оплачивают зарплаты сотрудников некоммерческих организаций, которые занимаются доконтактной профилактикой, оплачивают дополнительную оплату приходящему медицинскому персоналу. И в случае необходимости какие-то дополнительные исследования, которые необходимы, такие как исследования на клирис креатинина, тоже оплачиваются из средств глобального фонда. Как я уже сказала, на базе специализированных медицинских учреждений консультирование осуществляет врач и консультант по приверженности работающий при данном медицинском центре. Это центры по назначению антиретровирусной терапии. Тестирование на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, клиринс, креатинина, забор крови производится непосредственно в процедурном кабинете этого центра. Медицинские исследования осуществляются непосредственно в лаборатории данного медицинского учреждения. Если речь идет о некоммерческих организациях, о коммунитарной доконтактной профилактике, то надо сказать, что консультирование по преимуществам приема доконтактной профилактики, по приверженности, все необходимое тестирование быстрыми тестами осуществляют сотрудники некоммерческих организаций, консультирование по медицинским вопросам осуществляет интерпретацию результатов тестирования, осуществляет приходящий медицинский сотрудник центров по лечению. И смешанный тип, когда консультирование по преимуществам ДКП и вопросам приверженности осуществляют сотрудники некоммерческих организаций, а далее клиент, который думает о том, что ему возможно необходим прием доконтактной профилактики, сопровождается непосредственно сотрудником некоммерческой организации в специализированный медицинский центр. Если говорить о результатах, как я вам сказала, что на конец 2018 года всего один человек принимал доконтактную профилактику, на конец 2019 года 99 человек принимали доконтактную профилактику, на конец 2020 – 192 человека. Из них большая часть или большей популярностью мы видим, что пользуются все-таки предоставлением доконтактной профилактики на базе некоммерческих организаций. 131 человек предпочел получение доконтактной профилактики на базе некоммерческих организаций. В специализированных медицинских учреждениях 17 человек, чаще всего это ВИЧ-отрицательный партнер из дискордантной пары, где ВИЧ-положительный партнер еще не достиг нулевой вирусной нагрузки, и они не желают использовать другие меры профилактики. Надо сказать, что доконтактная профилактика ни в коем случае не исключает при использовании других мер профилактики, мы об этом говорим обязательно при консультировании. И среди 192 человек, принимающих доконтактную профилактику, все-таки большее количество людей, которые относятся к группе риска мужчины, практикующие секс с мужчинами. Я сказала уже о том, что часть из мужчин, практикующих секс с мужчинами, предпочитают принимать не постоянно, а только по необходимости. То есть короткие курсы доконтактной профилактики. И больше 50%, 58% из мужчин, практикующих секс с мужчинами, предпочитают принимать доконтактную профилактику короткими курсами. Вот коротко о том, как внедрялась доконтактная профилактика, но если говорить о влиянии эпидемии COVID-19, он действительно оказал влияние. У нас несколько изменилось характер оказываемых услуг. И в период, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в стране, у нас, согласно приказу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, было распоряжение, которое говорило о том, что сотрудники неправительственных организаций, некоммерческих организаций, могут согласие пациентов, как ВИЧ-инфицированных, так и бенефициаров, принимающих доконтактную профилактику, развозить препараты по месту жительства, потому что у нас на сегодняшний день все-таки высоко централизовано получение доконтактной профилактики РВ препаратов. И также очень широко использовалась такая услуга, как веб-аутричинг, то есть консультирование как медицинским работникам, так и сотрудниками некоммерческих организаций, наших пациентов, наших бенефициаров услуг онлайн, по интернету, и даже начало доконтактной профилактики, РВ лечения, мы использовали такой метод, как ВИО-ИТИ, это видеонаблюдение приема препаратов, да. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. У меня предложение по ведению. Я докладчика не прерывал, потому что не предупредил, что 15 минут у нас на доклад, она говорила 20 минут, наверное, она так хорошо все осветила, поэтому у меня предложение всем по 15 минут, осталось у нас 4 докладчика, а потом будем задавать вопросы, потому что есть риск, что мы не уложимся. Давайте вот так. Да, спасибо. Ваш вопрос мы оставляем и предоставляем вам слово. Спасибо большое. Спасибо вам за доклад, очень интересно, и главное, что показано, как исправляют неудачи, и вот эта вот живая такая работа, это вот сильная сторона доклада, конечно. Всем добрый день. Меня зовут Людмила Полякова. Для меня это большая честь и привилегия выступать на конференции столь высокого уровня. Я бы очень хотела поблагодарить организаторов за то, что, так сказать, пригласили, и я хотела бы поблагодарить нашу аудиторию вас. Мы все здесь собравшиеся, мы здесь не случайные люди, мы люди, которые вносим вклад в борьбу с эпидемией ВИЧ, с эпидемией ковид. Спасибо большое. Ну, и я приступлю. Моя презентация об опыте внедрения программы по работе с молодежью на основе модели Тиннерджайзер. И что же представляет из себя Тиннерджайзер? Тиннерджайзер – это движение, объединившее подростков регионов Восточной Европы и Центральной Азии, и вместе мы создаем мир, в котором каждый подросток может реализовать свой потенциал. Мир, в котором права молодежи, особенно девочек, не нужно защищать, потому что они всецело соблюдаются. В это движение входят такие страны, как Россия, Украина, вообще это родилось с Украиной, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Так, вижу. Кажется, я пролистнула один слайд. Нет? Нет. Продукты Тиннерджайзер. Тиннерджайзер, у него есть несколько компонентов, которые реализуются в этом движении. И сейчас я просто перечислю их, а дальше мы уже в презентации увидим, как мы реализуем их в Казахстане. Такими компонентами стали стажировка, вечеринка, онлайн-консультации, тренинги, адвокация и защита и исследования. Немного истории. Как же все это зародилось? И в марте 2019 года прошла весенняя школа лидерства для подростков, живущих с ВИЧ, где были собраны 80 подростков со всех регионах Казахстана. И там были приглашены тренерами ребята из движения Тиннерджайзер. И когда наши ребята познакомились с ними, посмотрели на всю эту энергетику, вышли к нам с предложением, сказали, говорят, мы тоже так хотим. И с 2019 года мы в Казахстане начали внедрять вот это вот движение. Так, ну и вот мы начали думать, мы начали искать, мы начали писать, договариваться, искать помещение, написали на грант. И вот таким образом у нас летом 2019 года уже было открытие. В 2019 году мы сначала решили, что нужно мобилизовать вообще подростков в целом. И начали с мобилизации подростков, живущих с ВИЧ в Алма-Ате и Алма-Атинской области. Мы проводили встречи с родителями подростков, живущих с ВИЧ. Мы проводили обучающие мероприятия. Как внутри сообщества, так и на территории молодежного ресурсного центра. Также дополнительно была организована зимняя школа лидерства, такая мини. Всячески организовывали мероприятия, которые будут способствовать тому, чтобы подростки общались между друг другом, чтобы они укреплялись в знаниях о ВИЧ, были уверены в том, что в дальнейшем ВИЧ не сильно влияет на их жизнь, кроме как приема препаратов, чтобы у них появилась уверенность в себе. И в последующем мы начали проводить, вот уже здесь слайд стажировка. Стажировка – это такой продукт-энержайзер, где новые члены команды обучаются вообще в целом о ВИЧ, о том, как также нравственно-половом воспитании, что такое гендер и пол, ну и вот такие базовые вещи, которые, в принципе, немногие знают, и поэтому вот мы, есть целый мануал, мы его внедряем в наши, в наших занятиях. И на тот момент, когда мы начали проводить стажировку, это тогда уже были не просто, не только подростки, живущие с ВИЧ, мы уже в то время вовлекли близкое окружение подростков, живущих с ВИЧ, и к близкому окружению еще и пришли ребята с активной жизненной позицией. И поэтому на сегодняшний день мы провели две стажировки. На первой стажировке у нас было 12 выпускников, на второй стажировке 10. Это те ребята, которые уже обучены, и многие из них могут в последующем стать тренерами. Вечеринка. Компонент вечеринка заключается в том, чтобы нужно организовать и провести мероприятие, публичное мероприятие, на котором будут говорить о ВИЧ, и после которого будет проведено тестирование на ВИЧ по слюне. И вот так нами было организовано, в студенческой поликлинике мы проводили ивент. Тогда как раз вот этот ковид, он уже в Казахстане был, и мы не могли организовать сильно большое такое мероприятие, чтобы собрать где-то в большом помещении, скажем так, много народу, мы решили провести мероприятие в студенческой поликлинике, там, где уже приходит народ, который получает услуги, и тут же оказывать им тестирование на ВИЧ. Также мы проводили... К первому декабря мы организовали акцию. Наши ребята, они подготовили викторину и подходили на Арбате, центральная улица города Алма-Аты, и они подходили к молодежи с несколькими вопросами. За каждый правильный вопрос респондент получал чупа-чуп, за каждый неправильный вопрос он получал презерватив. И также вот они приглашали на тестирование к нам в центр. У нас в молодежном ресурсном центре проводится тестирование по слюне, поэтому вот компонент адвокации и защита прав. Ну, в Казахстане в 2019 году была такая вспышка насилия, и наши подростки решили выступить против насилия в отношении подростков, молодежи, гендерного насилия. И вот они сделали, поставили такое театрализованное представление, состоящее из трех компонентов, тоже вышли на Арбат, также в парке 28 гвардейцев-панфилосов, в нескольких центральных местах они вот эту постановку проигрывали. Вот на фото можно увидеть, вот они идут по Арбату с плакатами, они сделали все в белых одеждах, маски, в общем, очень здорово. Молодежь вообще очень креативная, и такая, если ее зажечь, они прям могут многое. И так в 2020 году перед принятием кодекса здоровья нации и системе здравоохранения там рассматривались поправки о том, чтобы молодежь могла получать медицинские услуги с 16 лет без согласия родителей. То есть наша молодежь считает, что в принципе протестироваться, либо получить какие-то услуги в медицинском центре, это просто необходимость. И у нас были случаи, и поэтому ребята поддержали. И вот выступили, было слушание большое, ребята не побоялись, не постеснялись. Тоже встреча была высокого уровня, высказали свою позицию, мнение. У нас один из участников является молодым блогером, и вот он тоже поднимает различную тематику, приходит, ребята встречаются, обсуждают, и это освещается на YouTube-канале. Проведение тренингов. До пандемии тренинги проводились у нас в помещении, в молодежном ресурсном центре. С наступлением ковид мы все перешли в онлайн-режим и стали проводить образовательные мероприятия в онлайн-режиме. Но когда мы... Прежде чем... Там есть слайд, где мы организовали школу, ну при поддержке тоже... Команда тренеров организовали летний онлайн-лагерь, но при организации летнего онлайн-лагеря мы столкнулись с тем, что не у всех подростков есть доступ... Вообще не имеют своего личного смартфона, они получают информацию либо там родителей телефон, либо там в семье один на двоих, и тоже при поддержке компании Янсенс мы обеспечили 33-мя планшетами подростков со всех регионов Казахстана. И после этого мы провели летний онлайн-лагерь с участием 88 подростков. Также можно увидеть там группы взаимопомощи, в Инстаграме выступления. В общем, наши ребята также вот при поддержке украинских тинерджайзеров, ребята прошли обучение, получили сертификаты по различным направлениям. Онлайн-консультации. На слайде вы можете увидеть нашу команду ребят, которые консультируют. По гендеру у нас мальчиков больше, чем девочек, но тем не менее ребята довольно-таки успешно консультируют как по телефону, так и в социальных сетях. Также вот у нас есть психолог, который тоже на слайде можете увидеть. И я, собственно, вот благодарю за внимание. И в завершение я и хотела предложить, сагитировать, присоединяйтесь к нашему движению в тех странах, в которых нет движения тинерджайзер. И вместе мы будем создавать мир, в котором каждый подросток может реализовать свой потенциал. Все у меня. Спасибо. Спасибо. Следует отметить, конечно, большую изобретательность этой группы. Они придумывают все новые подходы к профилактике. Но вопросы, если будут, зададим в конце. Следующий докладчик Атаманчук Александр Александрович, Республиканский центр гигиены и общественного здоровья. Добрый день, коллеги. Хочется еще раз приветствовать всех присутствующих в зале, всех, кто смотрит конференцию онлайн. Я представлю вашему вниманию доклад на тему профилактика заражения ВИЧ-инфекцией в ключевых группах населения в Республике Беларусь. Можно спустить. По классификации Всемирной организации здравоохранения эпидемиологическая ситуация в Республике Беларусь оценивается как концентрированная стадия эпидемии ВИЧ с распространением инфекции преимущественно в ключевых группах населения. На 1 января 2021 года в Республике Беларусь уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди общего населения составляет 0,24%. Оценочная численность людей, живущих с ВИЧ, составляет 28 тысяч человек. Для Беларуси выраженное эпидемиологическое значение имеют три ключевые группы населения. Это люди, употребляющие инъекционные наркотики, мужчины, практикующие секс с мужчинами, а также работники коммерческого секса. В целом, следует отметить, что программы профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения реализуются в Республике с 1996 года некосударственными некоммерческими организациями. С 2017 года профилактические услуги для людей, употребляющих инъекционные наркотики, реализуются также на базе государственных организаций здравоохранения. Основные услуги предоставляются через стационарные и мобильные анонимно-консультативные центры и пункты и центры общественного здоровья. Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ отмечается среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. Показатель распространенности в данной группе по результатам Дозорно-эпидемиологического надзора 2020 года составляет почти 23%. По данным социологических исследований, проведенных совместно с ЮНЕЙС в 2019 году, оценочная численность людей, употребляющих инъекционные наркотики в Республике Беларусь, составляет 80 тысяч человек. По оценочным данным на группу приходится 54% от числа новых случаев инфицирования ВИЧ и 46% смертей по причине ВИЧ. В настоящее время в Республике Беларусь среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики на фоне потребления опиоидов, нарастает потребление новых синтетических наркотиков, которые в большей степени стимулируют сексуальное влечение, снижают способность контроля поведения и вызывают параноидальное состояние, что значительно повышает риск распространения ВИЧ. По результатам исследований, проведенных совместно с ЮНЕЙС, 60% людей, употребляющих инъекционные наркотики, употребляют опиаты кустарного производства и психостимуляторы. 56% луин потребляли 2 и более видов инъекционных наркотиков. 70% людей, употребляющих инъекционные наркотики, когда-либо делали это в группе, и из них 67% использовали при этом общие емкости, шприцы, фильтры для приготовления наркотиков. 44% людей, употребляющих инъекционные наркотики, не используют презерватив во время сексуальных контактов. Профилактические услуги для людей, употребляющих инъекционные наркотики, оказываются в 28 городах страны, в том числе в наиболее затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции. В общей сложности профилактические услуги оказываются на 32 анонимно-консультативных пунктах профилактики, в том числе на мобильных пунктах профилактики. Из них 19 функционируют на базе государственных организаций здравоохранения, 13 пунктов функционируют на базе двух не государственных, не коммерческих организаций. Базовый пакет услуг для людей, употребляющих инъекционные наркотики, включает в себя программы обмена шприцев и игл, а также распространение презервативов, консультирование. Дополнительные услуги – это консультирование и тестирование на ВИЧ, дифференцированные с учетом пола мотивационные пакеты, тестирование на парентеральные вирусные гепатиты, медицинские консультации по вопросам инфекции, передающихся половым путем и парентеральных вирусных гепатитов, скрининг на туберкулез, а также социальное сопровождение пациентов с ВИЧ-инфекцией и психосоциальная поддержка. В целях обеспечения устойчивости предоставления услуг и перехода на государственное финансирование программ профилактики ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, в 2017 году на базе 10 организаций здравоохранения Республики Беларусь были созданы рабочие группы по профилактике ВИЧ-инфекции. В 2018 году в 18 государственных организациях здравоохранения, включая 10, в которых в 2017 году функционировали рабочие группы, были созданы кабинеты профилактики. В течение 2019 года был открыт еще один дополнительный кабинет профилактики. Таким образом, на конец 2020 года в Республике Беларусь на базе государственных организаций здравоохранения функционировало 19 кабинетов профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, которые обеспечивали 30% от общего охвата профилактическими услугами. Первый кабинет опиоидной заместительной терапии был открыт в Беларуси в 2007 году. В 2014 году количество кабинетов увеличилось до 18. В настоящее время услуги заместительной терапии предоставляются в 20 кабинетах на базе государственных организаций здравоохранения в 18 городах. На конец 2020 года заместительную терапию принимали 696 пациентов, из них 40% людей, живущих с ВИЧ. Соответственно, из них 90% были охвачены антиретровирусной терапией. Распространенность веществ для работников коммерческого секса по данным дозорного эпидемиологического надзора составляет почти 10%. На долю данной группы приходится 3,5% новых случаев инфицирования. ВИЧ на долю клиентов работников коммерческого секса порядка 8% случаев. Оценочная численность работников коммерческого секса в Республике Беларусь составляет 18 600 человек. И данная группа из-за высокого уровня стигмы и криминализации является наиболее скрытой и малодоступной для медицинской помощи и профилактики. Среди работников коммерческого секса повышенного риска инфицирования ВИЧ является отказ от использования презервативов. По результатам исследований установлено, что 37% работников коммерческого секса не используют презерватив по желанию клиента, 32% работников коммерческого секса никогда не используют презерватив при сексуальных контактах с постоянным партнером и еще 40% не всегда используют презерватив с постоянным партнером. 24% отмечают наличие случаев насилия со стороны сексуальных партнеров. 26% работников коммерческого секса когда-либо употребляли наркотики. В целом профилактические услуги для данной группы, в том числе для употребляющих инъекционные наркотики, предоставляются 6 государственных некоммерческих организациях в 11 стационарных анонимно-консультативных кабинетах и 2 мобильных анонимно-консультативных пунктах. Базовый пакет услуг включает в себя консультирование, программы распространения презервативов, программы обмена шпицев и игл для работников коммерческого секса, употребляющих инъекционные наркотики. Дополнительные услуги – это консультирование и тестирование на ВИЧ, тестирование и консультирование по вопросам инфекции, передающейся половым путем, скрининг на туберкулез, социальное сопровождение пациентов с ВИЧ, консультирование по вопросам приверженности и психосоциальная поддержка. Распространенность ВИЧ среди мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами по результатам дозорного педназора 2020 года составляет почти 6%. Оценочная численность данной группы в Республике Беларусь составляет 32 тысячи человек. 20% от числа новых случаев инфицирования ВИЧ и 13% случаев смертей по причине ВИЧ приходится на эту группу. А в целом следует отметить, что из-за высокой стигматизации значительная доля представителей мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами, скрывает свою принадлежность к группе и не использует специфическими профилактическими услугами. По результатам исследований установлено, что не используют презерватив с непостоянным партнером 41% МСМ, 26% не используют презерватив с постоянным партнером, что приводит к высокому уровню риска инфицирования ВИЧ и инфекции, передающейся половым путем. Для группы мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами в Республике Беларусь характерна частая смена половых партнеров, более 50% имеют более 4% за год. 29% мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчиной, практикуют групповой секс, 75% когда-либо вступали в сексуальные отношения под воздействием психоактивных веществ. Учитывая тот факт, что более 20% мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами, когда-либо вступали в сексуальные отношения с женщинами в течение последних 6 месяцев, то данная группа является эпидемиологически значимой и по отношению к другим группам населения. Профилактические услуги оказывает для данной группы одна негосударственная некоммерческая организация на 13 стационарных пунктах профилактики во всех регионах страны, которые в себя включают 2 общественных центра мужского здоровья, 4 консультативных центра мужского здоровья, а также 7 анонимно-консультативных центров. Базовый пакет услуг включает в себя программы распространения презервативов и лубрикантов, информационно-образовательная работа и консультирование в глобальной сети интернета. Дополнительные услуги – это консультирование и тестирование на ВИЧ, медицинское консультирование, тестирование и консультирование по вопросам инфекции, передающейся половым путем, парентеральных вирусных гепатитов, скрининг на туберкулез, консультирование и перенаправление, также социальное сопровождение пациентов с ВИЧ-инфекцией. В 2020 году охват базовым пакетом услуг от оценочной численности среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, составляет 64%, среди работников коммерческого секса – 54%, среди мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами – 41%. Удельный вес протестированных на ВИЧ от охваченных профилактики среди мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами, составляет 66%, среди работников коммерческого секса – 63%, и среди людей, употребляющих инъекционные наркотики – 28%. Результаты дозорного эпидемиологического надзора, проведенные в 2020 году, свидетельствуют об эффективности проводимых в Республике Беларусь мероприятий по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией в ключевых группах населения. Так, по результатам ДЭНа распространенность ВИЧ среди людей, потребляющих инъекционные наркотики, снизилась на 26%, среди мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами на 40%. Увы, в группе мужчин, практикующих работников коммерческого секса, распространенность ВИЧ-инфекции у нас продолжает увеличиваться. Спасибо за внимание. Спасибо. Очень полноценный такой доклад. Это все делает государственные учреждения, да, у вас? Правильно я понял. Вы о своей работе? Услуги заместительной терапии – это государственные учреждения здравоохранения. Для людей, потребляющих инъекционные наркотики, это и государственные, и негосударственные учреждения. Для работников коммерческого секса и мужчин, практикующих сексуальные отношения с мужчинами, это некоммерческие учреждения. Но на сегодняшний день у нас внедряется механизм государственного состава заказа, когда мероприятие будет выполняться сотрудниками и не государственными, не коммерческими учреждениями, но за счет средств государственного бюджета. Спасибо. Извините, всем говорил вопрос, не задавать сам задал. Да, но он уложился хорошо во время, у него как раз минута была запасная. Пожалуйста, следующий докладчик представьте. Следующий доклад на тему профилактической инфекции вирусной гепатита БС среди людей, потребляющих наркотики. В период пандемии COVID-19 опыт Санкт-Петербурга предоставляется слово для презентации Лохову Александру Тагировичу, директору производства Фонда гуманитарного развития России. Пожалуйста. Иностранных агентов выслушиваем и иностранцев всех. Совершенно самовольно. Хорошо. У нас организация называется Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие». И мы работаем в Санкт-Петербурге с 1995 года по факту, но зарегистрированы официально с 2001 года. И это на сегодняшний день старейшая и крупнейшая программа снижения вреда в России. Мы охватываем нашими услугами более 5000 человек. Это, как правило, люди, употребляющие наркотики, включая потребители инъекционных наркотиков. Это секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами в части химсекса. И это люди, живущие с ВИЧ, гепатитами или туберкулезом. На данный момент у нас есть три мобильных пункта снижения вреда. Два уже работают, третий выходит на линию буквально через несколько недель. И также мы открыли стационарный пункт низкопороговой медицинской помощи, где услуги получают в основном также люди, употребляющие наркотики. Но при этом мы сотрудничаем и с другими некоммерческими организациями. И к нам приходят бездомные из ночлежки, к нам приходят дети-мигрантов из другой некоммерческой организации, направляются, и также другие уязвимые группы. И, наверное, один из основных факторов, который позволяет нам все это делать, это то, что у нас есть несколько лицензий на осуществление медицинской деятельности, на осуществление фармацевтической деятельности. И также насильственское дело, это позволяет нам производить забор крови, например, и оказывать услуги разных медицинских специалистов. Так, прошу прощения. И я не буду останавливаться подробно на тех нормативных документах, которые были перечислены в предыдущем слайде и регулировали работу по профилактике ковида. В Санкт-Петербурге остановлюсь на тех услугах, которые мы продолжали оказывать в период ковида. И, на мой взгляд, почему это важно? Потому что люди, употребляющие наркотики, согласно UNAIDS, согласно Управлению ООН по наркотикам и преступности и согласно Европейскому мониторинговому центру по наркозависимости и профилактике наркопотребления, были одними из ключевых, в том числе и по воздействию ковида-19, и по, скажем так, прогнозируемым... Ну, вспышка, наверное, неправильное слово будет, да? Но по таким локальным каким-то концентрированием, случаям ВИЧ-инфекции, потому что, когда люди находятся в одном месте, например, и к тому же со стороны ковида идет значительная психологическая нагрузка, в результате возрастает рискованное поведение, и это может привести к определенного рода рискованному поведению, и в том числе, например, к использованию совместного инструментария для инъекций, к незащищенным половым контактам и так далее. И вот для того, чтобы не прерывать эту работу с нашими основными целевыми группами, мы достаточно оперативно перестроились. Когда в Санкт-Петербурге были введены основные ограничительные мероприятия по ковиду, и когда наши мобильные пункты были вынуждены прекратить свою работу, мы перешли на ряд других, скажем так, способов оказания услуг, с которыми сейчас я более подробно вас и познакомлю. Вот, например, мы организовали… Опа, это не мы организовали. Так, сейчас, секунду. Хотел бы рассказать вам анекдот какой-то, но вот. Мы организовали, во-первых, доставки наших наборов, так называемых снижения вреда. Это наши стандартные наборы, которые выдаются на наших мобильных пунктах и какое-то время выдавались в нашем стационарном медицинском пункте. Но вот в то время, когда эта работа была прекращена на мобильных пунктах, мы организовали ее через курьерские доставки. Туда вкладывались в эти наборы снижения вреда шприцы различного объема, потому что мы не могли точно знать, какую, скажем так, группу наркопотребителей будет представлять конечный получатель этой услуги. Поэтому мы вкладывали туда шприцы разного объема. Также вкладывали упаковку воды для инъекций. И обязательно был вложен набор профилактики коронавирусной инфекции. Это были масочки, перчатки и спиртовые салфетки. И в обязательном порядке мы, естественно, вкладывали туда ампулу налоксона, антидота при передозировках, потому что понятно, что мы еще, на самом деле, когда только пандемия началась, прогнозировали, что по итогам 2020 года в Петербурге вырастет количество передозировок. И это будет во многом обусловлено, с одной стороны, нагрузкой на группу наркопотребителей, психологической, а с другой стороны, ограничением доступа к различного рода услугам. И так и произошло. И если на конец 2019 года в Питере было зарегистрировано порядка 3900 передозировок, несмертельных, это имеется в виду общее количество острых отравлений, то по итогам 2020 года, к сожалению, было более 4700 передозировок зарегистрировано. И вот таким образом услуги курьерской доставки буквально за неделю мы оказали 347 людям. Это вот на фотографии видны наборы, которые упаковывались. То есть курьерская служба, естественно, не знала о том, что они доставляют именно наборы снижения вреда такого рода. То есть это все происходило как, скажем так, помощь уязвимым группам населения. Также мы организовали мобильный аутрич. У нас сотрудники на своих личных автомобилях в качестве волонтеров выезжали на те места, где в обычное время курсируют наши мобильные пункты, в группе по два человека для в целях безопасности. По запросу участников мы выезжали и выдавали там, собственно говоря, вот эти наши наборы снижения вреда и профилактики ковида. И вот таким образом, да, вот тоже видите, что буквально за два месяца было более 1000 наборов выдано. Эта услуга была очень востребована нашими благополучателями. На каждую точку в среднем приходило более 15 человек, и они очень сильно нас за это благодарили, да, потому что для них было удивительно, как так во время ковида, да, особенно если это, например, были люди, живущие с ВИЧ, или люди там, живущие с гепатитами. Про гепатиты такое ощущение, что вообще все забыли во время ковида. Если с ВИЧ-инфекцией работа в городе не прекращалась, то гепатиты провалились как будто в черную дыру. И они очень сильно нас за это благодарили, потому что им было непонятно, как это так. К ним люди приезжают на личных автомобилях, привозят вот эти наборы снижения вреда, еще и вкладывают вот эти наборы профилактики ковида. И это было очень здорово, мы получили очень много благожелательных отзывов. И тоже отдельная наша гордость, мы организовали доставку АРВТ в партнерстве с Центром СПИД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И мы доставляли АРВТ-терапию силами наших равных консультантов, силами наших кейс-менеджеров. Там схема была организована следующим образом. Люди давали нам доверенность, иногда эту доверенность могли прислать просто по телефону, сфотографировав, наш сотрудник получал в аптеке Центра СПИД препараты. И дальше уже наши сотрудники, соответственно, доставляли их, эти препараты, на домашние адреса наших благополучателей. И вы видите, да, что более 85% людей, которые получили эти услуги, это люди, употребляющие наркотики. Большинство из них это именно активные наркопотребители. То есть таким образом мы всячески старались, чтобы люди сохраняли приверженность приема АРВТ-терапии в такой уязвимой группе. Ну и кроме того, мы зарегистрировали такой интересный факт, что очень многие ЛЖВ плюс ПИН или ЛУН, которые ранее наши услуги не получали, узнав о возможности доставки как раз АРВТ-терапии, они начали активно ей пользоваться. И вот если, например, в первой волне, скажем так, коронавирусных ограничений около 50% были первичные клиенты, то во второй волне уже все равно 45% было первичных клиентов. И на наш взгляд это очень хороший результат. Это говорит о том, что люди, узнавая о возможности получения такой услуги, активно ее пользовались. И еще один важный момент – это то, что мы доставляли АРВТ-терапию в те учреждения, которые были закрыты, скажем так, вот это, возможно, наркологические стационары, туберкулезные стационары. И они с нашей помощью помогали пациентам этих учреждений здравоохранения не прерывать также прием АРВТ-терапии. Также мы организовали самотестирование на ВИЧ. Я знаю, что сейчас это сделать гораздо сложнее в связи с тем, что тесты после нее уроковик увидены из гражданского оборота. Но мы надеемся, что эта проблема будет решена, по крайней мере, и что гражданское общество тоже этому поспособствует. Но вот на тот момент эта услуга была еще возможна. И мы организовали такое дистанционное самотестирование. Эти самотесты доставлялись курьерской службой. И люди под присмотром нашего равного консультанта или специалиста по социальному сопровождению дистанционно делали. Это осуществлялось либо по видеосвязи, либо через мессенджеры, телеграмм, например, или через социальные сети. Осуществлялось до обязательной и послетестовой консультирования. Психолог тоже наш дежурил. Ну и вот таким образом было буквально за полтора месяца сделано 62 теста, и 7 из них оказались положительными, 4 это были первичных результаты. Очень интересный был момент, когда одна женщина заказала вот эти тесты для самотестирования для своих детей. Они с мужем оба наркопотребители, оба находятся в ремиссии, оба ВИЧ положительные. Вот она заказала эти тесты для своих детей. Они оба несовершеннолетние. И вот она как раз показала им, и один из них уже начал половую жизнь, и она как раз заказала эти тесты для того, чтобы таким образом провести некое профилактическое занятие со своими детьми. Потом оставила тоже очень такой благожелательный отзыв на эту возможность. Ну и вот я хотел бы в конце тоже поблагодарить те организации, без которых это было бы все невозможно. И это фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом, который оперативно перераспределил средства на эту работу. Это компания Джонсон и Джонсон, которая организовала специальный ковидный грант, и французская ассоциация Сидаксион, и фонд Нужна помощь российский, и частные жертвователи тоже нам очень сильно помогали в этом, и фонд президентских грантов, который также организовал потом специальный ковидный проект. То есть, как ни странно, для нас во многом эпидемия коронавирусной инфекции, вот для нас, как такой низкопороговой некоммерческой организации, принесла достаточно много плюсов, потому что мы сумели, во-первых, очень быстро перестроить свою работу, и это стало в том числе возможным благодаря такой методике, как ВПУ-трича, которую уже сегодня упоминали коллеги из Молдовы, и которую мы сейчас тоже активно пилотируем при поддержке управления ООН по наркотикам и преступности. И, во-вторых, мы получили приток новых клиентов, чего, честно говоря, мы совершенно не ожидали. Мы думали, что, наоборот, у нас сократится количество наших благополучателей, и общее количество людей, которым мы оказываем нашу помощь, оно в период этих коронавирусных ограничений действительно сократилось, сократилось более чем на 40%, но все равно мы сумели охватить порядка 60% раз, и очень много было первичных клиентов, которые сейчас с нами остаются, это вот такие неожиданные последствия эпидемии коронавирусной инфекции. И я очень хотел бы поблагодарить собравшихся за то, что вы меня сегодня выслушали, и организаторов за то, что пригласили принять участие с докладом, несмотря на наш, так сказать, статус, который, я надеюсь, через 15 минут у нас будет отбит. Перестаньте кокетничать в вашем статусе. Хорошо, спасибо. Большое спасибо, Александр Тагирович, за очень содержательную презентацию. Вопросы будут? Тут будут аудитории? Наверное, да, мы решили в конце. Вопросы в конце, у нас уже еще один докладчик подключился, поэтому регламент прошу соблюдать. Объявляйте следующее. Следующая презентация. Расширение охвата аэротерапии как успешная практика противоэпидемических мероприятий. Слово для презентации предоставляется Михаилову Алексею Викторовичу, руководителем отдела мониторинга коалиции по готовности лечения России. Добрый день. Сейчас запустит презентация. Поначалу у меня будет слайд про дисклеймер. К сожалению, мы не успели выпустить наш отчет по закупкам АРВ препаратов в 2020 году. Он выйдет через неделю-две максимум. Поэтому здесь будут предварительные цифры. Возможно, они изменятся за эти две недели, но, скорее всего, что несущественные. Поэтому я делаю такой дисклеймер. И я очень благодарен тем людям, которые делают эту аналитическую работу. Но сейчас, в эту секунду, они все вычитывают, выверяют, чтобы к нам потом никто не придрался ни за цены, ни за объемы и так далее. Собственно говоря, моя презентация не очень вписывается в специфику данной сессии, так как она отчасти про лечение. Но, тем не менее, лечение как профилактика никто не отменял. Я в том числе и буду говорить про профилактические препараты, в том числе и про ДКП в своем докладе. Собственно говоря, эти данные общие, эти данные официальные, эти данные федерального центра СПИД, показывают, что нам еще есть к чему стремиться, к чему расти. И если мы очень много усиленно сейчас прикладываем к достижению показателей по охвату АРВ-терапии, то показатель по вирусной нагрузке у нас, к сожалению, немножко страдает. У нас есть проблемы с диагностикой. И ковид этому тоже был, к сожалению, таким препятствием, потому что лаборатории были переквалифицированы под ковид. И, соответственно, не все могли делать вовремя нужные им тесты. И, возможно, из-за этого такие показатели неидеальные, скажем так, в 2020 году. Это, собственно говоря, про затраты. Затраты за последнее время. Еще я хотел бы сделать небольшую сноску, что буквально в прошлом году у нас закончилась пятилетняя стратегия по ВИЧ-инфекции. И, собственно говоря, наш отчет будет посвященный этому в том числе. Мы сравним, что было пять лет назад и что есть на сейчас, каких успехов мы достигли, чего не достигли. И если говорить с точки зрения финансирования, что также было прописано, то финансирование довольно-таки сильно выросло. И что-то помогло увеличить, собственно говоря, охват лечением где-то даже в разы. Это по структуре финансирования. Здесь немножко выделяется, ну, по заказчикам немножко выделяется в СИН. Они то сами закупают, то для них Минздрав закупает. В общем, они мечутся туда-сюда. И пока что... Ну, если смотреть даже по показателям в СИН, то они даже лучше, чем, ну, скажем так, на воле. То есть, когда люди выходят из места лишения свободы и приходят в спеццентр, они не всегда получают ту терапию, которую они получали, сидя в тюрьме. И это, к сожалению, тоже является небольшой проблемой с точки зрения вот этого взаимодействия между государственными органами. Это, собственно говоря, структура закупок по 2020 году. Топ-5. Мы по-прежнему... Пациенты в России по-прежнему очень много кушают препаратов Аверенс, который старый, который, там, с одной стороны, да, он эффективный, но те побочные эффекты, которые у него есть, да, они очень многих людей сбивают с терапией, люди перестают принимать ее и там либо становятся потеряшками, либо там в лучшем случае начинают покупать препараты за свой счет. Из положительной динамики мы видим, это процент долтогравира, он продолжает расти, и в 2021 году его будет еще больше, судя по тем тенденциям, по тем закупкам, которые мы видим на сейчас. Это, собственно говоря, продал динамик. Здесь на графике наглядно видно, как увеличивается количество закупаемых курсов и как при этом снижается цена. Если говорить про механизмы снижения цены, то, мне кажется, в этом году была предпринята еще одна довольно-таки сильная попытка снизить по максимуму до бразильской цены. Это долгосрочные контракты. На долтогравир контракт заключен на три года, что позволило на 30% снизить эту цену. Посмотрим, что будет дальше, как государство дальше будет вести эти переговоры. Нам хотелось бы, чтобы цена была еще ниже, намного ниже. Это, опять-таки, не из совсем положительного, но тем не менее. За эти пять лет мы видим, насколько сильно увеличилось количество эфаверенза и увеличилось количество лапинавира и ретенавира. По мнению меня, моих коллег, это, скорее, связано с тем, что эфаверенз стоит довольно-таки дешево, то есть примерно 600 рублей, это в районе 10, чуть меньше долларов на сейчас, там курс скачет. И тех показателей, которые у нас были выстроены в стратегии, и регионы, соответственно, стремились к этой планке. Но, опять-таки, какими способами? Буквально в начале сегодняшнего дня я разговаривал с коллегами из Казахстана, и как раз у нас был разговор про комбинированные формы, что по-прежнему ли у нас все так нехорошо с ними, по-прежнему ли у нас антимонопольная служба заставляет разбивать комбинированные формы, если монокомпоненты стоят дешевле. Да, это так, и у нас эта тенденция продолжается, и, мне кажется, она... И будет еще какое-то время, пока мы не придем к пониманию, что приверженность пациента — это важно, и что если он сейчас сойдет с терапией, то через несколько лет мы будем платить в разы больше, чем сейчас. Это, собственно говоря, по 2020 году, и мы здесь видим, да, есть положительная динамика, что по сравнению с предыдущим годом выросло почти на 1%, но, тем не менее, 2,7% на огромную страну — это практически ни о чем, да, потому что у нас есть большая группа пациентов, которые по медицинским показаниям не могут принимать даже 2-3 таблетки, кто-то даже одну не может, и он вынужден растворять ее в воде. Ну вот, про 2 в 1 тут, конечно, чуть лучше, но опять-таки, что это за препараты 2 в 1? Это тоже самое ламиводин-зидаудин, да, который многие страны уже не применяют, мы продолжаем его применять. Ну вот, ну и, собственно говоря, здесь тоже есть с чем работать и где выстраивать доказательную базу как государственным органам, я имею в виду сейчас, наверное, в большей степени федеральный центр СПИД, который может сделать какое-нибудь такое большое исследование, да, чтобы все-таки убедить как-то и федеральную антимонопольную службу, и министерство здравоохранения в важности фиксированных ДОС. Это, собственно, тоже про важный момент, что у нас не все современные препараты применяются в стране, какие-то уже есть, каких-то еще нет. В ближайшие дни у нас будет пересмотр перечня жизненно важных препаратов, они здесь отмечены темным цветом. У нас изменилось немножко законодательство, что если, допустим, у комбинированных препаратов есть монокомпоненты уже зарегистрированы, то они тоже входят автоматически в ЖНО ВЛП. Это, с одной стороны, конечно же, хорошо, с другой стороны, мы понимаем, что если все эти препараты войдут в ЖНО ВЛП, то будут закупаться, соответственно, монокомпоненты, как я уже говорил чуть ранее. И что касаемо ДКП, да, о чем говорилось, да, то у нас проблемы это могло бы снизить количество новых случаев. Это, собственно говоря, стоимость схемы в 2020 году, и здесь сюда не вошли еще данные, но если сравнивать, сколько стоила, допустим, самая расписанная схема 5 лет назад, это Тимофавир, Лумиудин и Фаверенс, то еще 5 лет назад эта схема стоила 100 тысяч рублей. То есть прошло 5 лет, и эта схема стоит уже 10 тысяч рублей. Но по данной схеме, как мне кажется, уже снижаться некуда. Единственный момент, что, по крайней мере, мы со своей стороны призываем как федеральное министерство здравоохранения, так и региональное переходить все-таки на ифавиренз 400, который менее токсичный, менее, ну то есть, если говорить простым языком, у пациентов не так сносим башку от него, как там от Афавиренза 600, потому что, например, я смог на этой схеме продержаться буквально месяца 4. Это, собственно говоря, про конкурентность, про долгосрочные контракты, о которых я говорил чуть ранее. Мы видим, что конкурентность на федеральных торгах практически у нас отсутствует, и буквально в днедавнем разговоре с казенным учреждением, которое занимается госзакупками, я предложил закупать все уже препараты по многолетним контрактам, соответственно, потому что конкуренции нет, и можно напрямую заключать с дистрибьюторами данные соглашения. Да, это и снизило бы цену, и снизило бы нагрузку на это учреждение, и дало бы спокойствие пациентам, что на 3 года у них все будет спокойно. Это, с одной стороны, не очень хорошие цифры, которые показывают, что у нас из года в год есть перебои в стране с терапией, но, тем не менее, за 2020 год у нас меньше сообщений на сайт перебоя.ру от пациентов, что им меняют схему, что им не дают схему, ну и так далее, нежели чем это было в 2019 году. И я несколько раз говорил об этом в интервью, что мне кажется, что система спеццентров, вообще система инфекционная в нашей стране в ковидный год сработала на отлично, то есть это, как и говорил Алексей, и про доставку препаратов, потому что это было довольно-таки во многих регионах, и это помогло многим пациентам оставаться приверженными на терапии. Это те консультации, и очень быстро была сработана школа пациентов, которые проводились онлайн, то есть даже если человек находился дома, все равно он получал нужную информацию, где, что и как получить. Но единственная проблема была с тестированием. И это, собственно говоря, рекомендации, про которые частично я уже сказал, про фаз я сказал, про эфаверенз я сказал. Есть, да, еще единственная проблема такая, которая сейчас, как я знаю, решается, это про поставки препаратов дистрибьюторами в регионы. Проблема заключается в том, что страна у нас большая, и, по сути, сам дистрибьютор выбирает, куда ему поставлять в первую очередь препараты. От Владивостока до Калининграда, либо наоборот. Да, особо не выясняя, где уже есть в каком регионе проблемы, но на сейчас, слава богу, как-то эта ситуация вроде бы должна поменяться, и с дистрибьюторами будет идти более плотная работа именно по данному вопросу, чтобы регионы, в которых возникает дефицит, получали препараты в первую очередь. Все, спасибо большое. Спасибо, очень информативный доклад, я думаю. И у нас на связи Иванов Екатерина Витальевна, координатор по вопросам ВИСПИД и сферы труда в Российской Федерации, Бюро Международной Организации Труда. Она расскажет о новой мастерской федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Добрый день! Уважаемые коллеги, Вадим Валентинович. Приветствуем вас. Слышим, но не видим пока что. Так, но это должна наша техническая часть, меня подключить, у меня все включено. Все увидели, отлично, видим в отличной форме. Я чувствую, на удаленке работаете. Да, как раз Международная Организация Труда, как агентство, регулирующее трудовые отношения, показывает личный пример ответственного отношения к своим работникам. Начиная с 17 марта 2020 года, все сотрудники Московского бюро работают удаленно. И только с августа выборочно, по желанию, раз в три недели могли выходить в офис. И вот сейчас, с мая мы начнем... Ну, я думаю, что это на качество вашего доклада не влияет. Вы нам сейчас раз доложите, все очень хорошо и с удаленно. Нет, абсолютно. Поэтому начинаем презентацию. Но я хотела показать, как важно исполнять то, что мы, в принципе, пропагандируем. Достойные условия труда. А сейчас давайте передаем, идем непосредственно к моему выступлению. Мы зря не сидели на удаленной работе. И даже вы, Вадим Иванович, поучаствовали в одной из наших инициатив. Мое выступление называется «Новые подходы к профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах в условиях ограничений в связи с распространением COVID-19». Сейчас вы видели заставку как раз-таки цикла телепередач, которую мы запустили совместно с Федерацией независимых профсоюзов России на телеканале «Профсоюз ТВ». Это один из наших продуктов по дистанционному обращению в трудовые коллективы к профсоюзным лидерам всей страны. Но об этом чуть позднее. С чем же мы все с вами столкнулись в прошлом году? Распространение заболевания COVID-19 фактически сместило фокус общественного внимания на эту проблему. А остальные, не менее серьезные заболевания, включающие инфекцию, автоматически ушли на второй план. Мы столкнулись с ограничениями в передвижении и возможности работы с многочисленными аудиториями. Да, в принципе, с любыми аудиториями, включая возможность организации добровольных акций по тестированию, консультированию в трудовых коллективах. Сами центры СПИД были вынуждены передать свои кадры на борьбу с COVID-19 и, соответственно, даже с условием создания онлайн-выхода на трудовые коллективы, это было сделать элементарно некому, потому что в основном все работали только на одну задачу. При этом никуда не делась в целом наша проблема, к которой мы уже обращаем серьезное внимание. Это крайний недостаток тех экспертов, которые могут грамотно работать с трудовыми коллективами и доносить эту проблему ВИЧ-инфекции работающему населению. И мы уже с 2019 года озадачились тем, как нам максимально автоматизировать этот информационный подход. Мы говорим о сложном многоступенчестве посыле и деликатном характере проблемы. Мы в чем его многоступенчинность? Мы обязаны говорить, с одной стороны, о профилактике, то есть сделай все, чтобы не заболеть. Второе, о чем мы говорим, это побуждение к регулярному тестированию. Если заболел, узнай как можно скорее. Толерантное отношение к людям, живущим в ВИЧ, третий посыл. Четвертый посыл – ориентация на лечение в случае положительного результата. Да, вот мы не имеем право упустить ни один из этих моментов, обращаясь к взрослому работающему населению, то есть это наш основной контингент международной организации труда, потому что каждый из них взаимосвязан. О чем еще мы сейчас говорим? У нас постоянный рост вовлеченности в заболеваемость населения среднего и старшего трудоспособного возраста. Я сейчас освежила в памяти как раз-таки вашу информационную записку по 2020 году. И опять-таки, что мы видим по показателям? У нас 64,9% – это гетеросексуальный путь за 2020 год. И доля людей, у которых ВИЧ был выявлен в возрасте старше 30 лет – это 85 с лишним процентов. О чем еще мы говорим? У нас продолжает оставаться недостаток информационно-произведительских материалов, ориентированных именно на эту возрастную группу 30-50 лет работающие социально благополучное население. И у нас остается недостаток понимания природы заболевания в целом, включая механизм его попадания в организм человека, невозможность инфицирования в быту, незнание о постконтактной профилактике среди работающего населения и прочее, прочее, прочее. Специалистам вся эта информация давно и хорошо знакома и до сих пор непонятно, что же делать. К чему же пришли мы? Еще в конце 2019 года мы создали, разработали совместно с профессиональными рекламными агентствами информационные стенды по тематикам, базовые сведения и профилактика пути передачи, мотивация на регулярное тестирование, толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, мотивация к лечению в случае положительного результата. Почему информационные стенды? Потому что наша задача, чтобы на каждом предприятии, где в принципе это нормально, у них это принято в их культуре корпоративной, что на стенах, в коридорах, даже в цехах висят информационные стенды. Это их нормальная форма информирования. Чтобы там был максимально подготовленный, причем разработанный в той стилистике, которая понятна нашей целой аудитории, информационный материал. В дополнение к этому мы создали два вида листовок. Одна мотивирует на участие в акции по добровольному и компетенциальному государственному национированию тестирования на лично-обочих местах. Вторая мотивирует на организацию. Вот эти материалы вы можете увидеть. Специально в моей презентации осталась ссылка. Я надеюсь, что организаторы нашего мероприятия, все презентации будут в открытом доступе для участников, поэтому текстов у меня много, говорить я буду гораздо меньше. Вот по этой ссылке все эти плакаты, листовки можно скачать и, пожалуйста, пользуйтесь. Это относится и к нашим коллегам из других государств. Обращайтесь к нам в МОД. Мы вам дадим добро на то, чтобы сделать ваш перевод и использовать эти материалы. Следующий момент. Вот сейчас мы выпустили в конце прошлого года цикл из четырех телепередач. Вы видели заставку «Виспитры сферы труда». Опять же, YouTube-канал «Просоюз ТВ», пожалуйста, скачивайте, используйте это в своей работе, делайте любые нарезки. Там есть материалы, которые, конечно, в большей степени относятся к Российской Федерации. Но, например, третья передача «Роль социальных партнеров в обращении к теме ВИЧ» и «Спитры на рабочих местах», где два крупнейших российских работодателя, это российские железные дороги, свыше одного миллиона работников. И эта сибирская угольно-энергетическая компания рассказывает о своем практическом опыте, как они эту работу реализуют на местах, где у нас есть подключение из разных территорий, от разных сотрудников этих компаний. О чем еще мы подготовили и над чем мы сейчас работаем? Вот в данный момент мы совместно с Институтом профсоюзного движения Академией труда и социальных отношений разрабатываем курс дистанционного обучения под названием «Усиление программ по ВИЧ-спиту на рабочих местах». Мы уже очень успешно, начиная с 2016 года, проводили очные такие мероприятия и по принципу федеральных округов, и в отдельных регионах совместно с Минтруда России, ФНПР, Российского союза промышленных предпринимателей. Сейчас время диктует для нас создать уже дистанционный вариант. И это замечательно, что Институт профсоюзного движения собирается включить эти 8 академических часов как вариативный курс в рамках обязательного повышения квалификации для всех профсоюзных лидеров. Поэтому мы планируем его презентовать. В декабре сейчас мы над ним работаем. Я сейчас пользуюсь участью обращаясь ко всем представителям Центра СПИД из регионов. Пожалуйста, мотивируйте ваши федерации профсоюзов для того, чтобы они направляли своих лидеров для участия. Более того, этот курс будет открыт для всех. То есть любой желающий сможет зарегистрироваться и пройти обучение. Интерактивные круглые столы с участием представителей региональных объединений профсоюзов Центра СПИД по принципу федеральных округов. Вот сейчас в мае мы будем проводить вместе с Южным федеральным округом и с Дальневосточным федеральным округом, где мы постараемся усилить вот это взаимодействие между Центрами СПИД и Федеративными профсоюзами именно в текущих реальной ситуации, когда у нас присутствует очень много ограничений. О чем еще я хотела бы сказать? Это немаловажный момент. Когда мы готовим любые информационные материалы для нашей с вами аудитории, нам очень важно учитывать те просто, вы знаете, дебри мифов и страхов, которыми напичканы трудовые коллективы в отношении к этой проблеме. Поэтому, когда мы разрабатывали наши вот эти материалы-стенды, мы провели социологическое исследование, пригласили профессионалов, социологов, которые на трех промышленных предприятиях, вот здесь вы можете видеть нашу выборку, это в электростале был завод «Электросталь», это Орехово-Зуево, депо РЖД и магазин «Икеа Теплый стан». Вот мы выбрали три разных отрасли, и мы вели беседу с представителями синих воротничков и белых воротничков на их восприятие самой темы ВИЧ-инфекции, что им понятно, что непонятно, потому что замечательный период окна, кроме как представление и воображение в голове того самого окна, там из дерева или из каких-то других материалов, больше у представителей сферы труда никаких ассоциаций не вызывает. А мы об этом всякий раз забываем, говорим про распространенность, выявляемость, зараженность и так далее. Что же мы с вами узнали у этой нашей целевой аудитории? Большая часть респондентов не понимают, в чем разница между ВИЧ и между СПИДом. Нужно ли им это понимать? Ну, конечно же, нужно, потому что что такое СПИД, что это окончательная терминальная стадия, это очень важная информация для людей, их размифицирование самой этой проблемы, этого заболевания. Продолжает преимущественно существовать впечатление о том, что ВИЧ-инфекцией подвержены только определенной социальной группе людей, в чем поведение морально осуждается. В том числе, мы говорили с работниками, а Московская область достаточно серьезно поражена ВИЧ-инфекцией, которых есть в ближайшем окружении люди, о диагнозе которых их знают. Но в основном это инъекционные наркоманы, потому что социально благополучные работающие люди не делятся о своем диагнозе. Соответственно, мы подпитываем этот миф, что ВИЧ-инфекцией я заразиться не могу, потому что я не использую наркотики на яйцо. Вот, как и написано на слайде, абсолютно абстрактные проблемы, которые лично меня не касаются. Демонизация ВИЧ-спида в современном российском обществе остается, потому что нам точно так же говорила наша аудитория, что это чума 20-го века и уже 21-го. О чем еще мы говорили? Мы пытались объяснить еще один миф, развеять его, как же ВИЧ-инфекция передается. И именно говоря о том, что она передается через 4 жидкости, кровь, сперму, вагинальную смазку, грудное молоко, нам удалось добиться, наконец-то, понимания того, почему во внешней среде, почему в бытовом контакте заразиться невозможно, почему капля, оказавшаяся любой из этих жидкостей во внешней среде, а нам говорили, например, на наших выездных семинарах уже работники пищевой промышленности, где люди моются в душевых, в основном женских составах, а что будет, если менструальная кровь, которую смывают в душ и попадет мне на мою ногу, где у меня стертая мозоль. Вот такие простые вопросы нам задают люди в обыкновенном разговоре. И наши информационные материалы должны давать простой и прямой ответ, почему нет. Какие же самые неизвестные моменты, важнейшие информации о ВИЧ-инфекции остаются у нашей аудитории? Источники пути заражения, то, что вирус быстро погибает во внешней среде, то, что существует экстренная постконтактная профилактика, то, что лечение есть, оно простое, доступное и оно пожизненное, дано это всего лишь несколько таблеток каждый день, то, что мишень для вируса – это любой человек, независимо от возраста, пола и социального статуса. И вот на эти вопросы мы постарались для них ответить. Что еще было для нас очень важно? Вот у нас есть три замечательных совершенно наших постоянных консультантов, это Светлана Зымбаева, чьи фотографии я видела и в предыдущих докладчиках выступлениях, это Ильнура Мухаммедханов, ее муж, это Полина Сытых из Екатеринбурга. Светлана и Полина – мои постоянные докладчики на мероприятиях, на выездных семинарах. И они поделились своими личными историями, они изображены на плакатах, на плакатах есть QR-коды, на видеоролики с их участием. О чем нам сказали респонденты, увидев эту информацию? Что, во-первых, такая информация добавляет доверие к информационным материалам, когда они видят живого человека, видят его распорядок дня, видят его живую историю. Что это нивелирует негативное восприятие подобных людей, они воспринимаются как обычные, такие же, как и люди, а не маргиналы. А не Вася Наркоман, с которым мы в одном дворе жили, в детстве мы играли, а потом он кололся и головаясь по всему подъезду, и наконец-то он умер. Вот это реальные цитаты, которые я слышала, я просидела на каждом этом интервью и в «Электростале», и в «Икее», и в «Орехово-Зоево». Фотографии успешных людей, живущих в ВИЧ, социально адаптированных, создают ощущение, что такие люди даже более активны, работоспособны и позитивны, чем я. А значит, вирус не так уж страшен, значит, я пойду тестироваться, значит, я буду лечиться, и значит, я буду относиться абсолютно нормально к своему коллеге, если он поделится, что у него уже есть такое заболевание. Отношение к нашим акциям, с которыми мы выезжаем на предприятие, которые дорожная карта Минтруда России рекомендует во всех регионах внедрять максимально на предприятиях. В реальной жизни наши дискуссанты никогда не делали, не сдавали анализ на ВИЧ по собственной инициативе, да, потому что они считали, что они находятся в группе риска, соответственно, регулированно тестироваться нет необходимости. Многие респонденты считают, что акции будут для них полезны, потому что благодаря нашим плакатам, этим информационным стендам и листовкам, они поверили, что действительно будет соблюдена конфиденциальность и анонимность. Они увидели, что у них будет возможность проконсультироваться с опытным, знающим специалистом. И они увидели, что теперь они информированы об этой акции, и они готовы в ней принять участие. Что еще важно сказать, что само такое понятие, как центр спид, оно вообще никак не воспринимается обыкновенными рядовыми работниками. Никто не мог нам сформулировать, что такое центр спид, они просто не знали. Они говорили, что это что-то такое, что, видимо, какой-то благотворительный фонд. Говорили о необходимости создания единой горячей телефонной линии. Как сейчас существуют горячие телефонные линии по онкологии. Как же так? У нас уже больше миллиона людей живут с этим заболеванием, а горячей линии нет. И вот, пожалуйста, примеры самых этих материалов. Я просто быстренько по ним пройду, потому что я их сюда разделила, для того, чтобы у вас была возможность их использовать, их скачивать. Это все в файл. Регламент. Все, я закончу. Спасибо. Ну, у нас есть три минуты еще на вопросы. Спасибо. Вот что значит, человек не терял время, даже сидя на даче, готовил замечательные доклады. Спасибо. В лесу. В лесу тем более. Пожалуйста, вопросы к докладчикам. Три минуты у нас еще на вопросы. Пожалуйста. Добрый день. Я из Армении. У меня вопрос к коллеге из Молдовы. Два вопроса, вернее. Когда МПО выполняло ДКП, у них была лицензия на предоставление медицинских услуг или это делалось без лицензии? И второй вопрос. Есть ли сведения о том, насколько увеличилось или не увеличилось распространенность ИПП, других, среди тех, кто получал доконтактную профилактику? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, очень важные вопросы. Если говорить о наличии лицензии на медицинские услуги, нет. Наши некоммерческие организации на сегодняшний день не имеют такой лицензии, поэтому они использовали, скажем так, наш медицинский персонал, который работал в специализированных центрах. То есть они нанимали наших сотрудников, которые предоставляют эту услугу в специализированных центрах по назначению антиретровирусной терапии. Эти сотрудники приходили в нерабочие от основного времени своего рабочего время в некоммерческие организации и оказывали эту услугу. К сожалению, сказать, насколько увеличилось количество заболеваний, передающихся половым путем, очень сложно. Мы только начали вот эту статистику вести более подробно. Но если говорить о тестировании на сифилис, который делается регулярно каждые три месяца, то из 203 человек, которые когда хоть раз начинали за эти три года доконтактную профилактику, до начала доконтактной профилактики 16 человек имели положительные результаты теста на сифилис. В течение периода, когда принимали, то есть в последующем, мы выявили еще пять новых случаев инфицирования сифилисом. То есть на начало приема они были отрицательны и были. Но нас это не пугает, потому что тестирование каждые три месяца на заболевания, передающихся половым путем, позволяет очень рано выявить и сразу начать лечение. Наши все некоммерческие организации, которые тестируют и работают с нами в сотрудничестве, немедленно сопровождают такого пациента в специализированную клинику, где они получают лечение от заболеваний, передающихся половым путем. Пожалуйста, еще есть возможность вопрос задать. У меня тоже вопрос, если можно. Да, да, у вас был вопрос. Светлана, спасибо большое за вашу очень интересную презентацию. Для Казахстана это очень актуально, потому что у нас тоже начинается внедрение ДКП. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, эти услуги, они рассчитаны только для граждан Молдовы или для мигрантов тоже оказываются? Хороший вопрос. Мне сложно на него ответить, потому что Молдова не очень привлекательна для мигрантов страна. Но мы обсуждали, только ли в тех случаях, когда будет человек иметь гражданство, в тех случаях он получит эти услуги. Нет, мы предоставляем эти услуги и не гражданам. Но у нас нет такого количества мигрантов, о которых можете говорить, такие страны, как Россия, Казахстан. Пожалуйста, еще есть вопросы? Ну, если вопросов нет, то прошу на следующий... А, пожалуйста. Несколько коротких вопросов. Здравствуйте, Космик Васильянку, Казахстан. Светлана, непосредственно к вам. Как уже сказала Дмила, что мы начинаем тоже ДКП. Какой объем у вас, скажем так, в процентном соотношении лезь, который принимает предкосрочные схемы доконтактной профилактики и долгосрочные? Да, значит, всего из 192 человек, которые принимали в прошлом году, 130 были мужчины, практикующие секс с мужчинами. Краткосрочные курсы рекомендованы только для этой группы. И вот из 130 человек 58% принимают краткосрочные, 42% принимают постоянный прием. Очень часто происходит переход, то есть в определенные моменты, периоды времени наши получатели услуг принимают, начинают с постоянного приема, потом переходят на краткосрочный и наоборот. Все зависит от правильного консультирования и действительно удобного способа приема. То есть очень тяжело будет планировать закупки лекарств. Да, в этом есть сложность. Все, с этим понятно. Большое спасибо. Теперь мне на вопрос к Алексею Тагировичу. Вопрос в отношении то, что вы доставляете антиретроверсные препараты. То есть во время ковида в Казахстане тоже такая ситуация была, и сейчас она продолжает практиковаться, когда специалисты неправительственного сектора разводят препараты, забирая центров СПИД. Но на сегодняшний день это как-то… Вы вопрос задавайте, вопрос. Да, официально не отрегулировано. То есть вы тоже просто берете и отвозите, или это как-то бюрократически оформляется? Ну это они вот на иностранные деньги возят. Не только на иностранные, как я зову, в президентском гранте тоже была доставка аэровой терапии. Я вставка… Ну то есть вы за счет своей организации возите, да? Нет, тут вопрос не за счет, а нормативная база. А как вы это… Это предложение сотрудничества подписано в Центром СПИД. В Центром СПИД. В Центром СПИД. Я не уверен, что там точно регулируется именно доставка аэровой терапии, но там в любом случае прописано взаимодействие между нами, как некоммерческой организацией, и между ним, как государственным учреждением здравоохранения, которое на безвозмездной основе, скажем так, договорили о сотрудничестве. Довора сотрудничества, так я понимаю. Нужно я тоже добавлю, дело в том, что мы тоже использовали эту практику, но у нас есть приказ Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, который регламентирует все положения. Да, это нормативная база, которая действует на период пандемии COVID. Вот сила молдавской группы, что они все там регламентировали, согласовали, вот это заранее причем до того, как… Мы плотно работаем в сотрудничестве, государственная структура… Это вот надо брать на вооружение, этот опыт. И к Алексею вопрос, то, что вы показывали, стоимость схем лечения, это, я так понимаю, смешанные, то есть на месте и препараты генемического производства, и препараты оригинального производства, да, то есть и цены такие, как там в долларах указаны, то есть дороговато, скажут так. И был еще один вопрос. Так, это уже четвертый. Да, и список жизненно важных препаратов, какие критерии туда включения? Ушел вопрос к Минздраву. Будет отдельная секция Минздрава, вот они вам расскажут. Там очень сложный процесс, это отдельно надо разбирать сейчас не в рамках этого, пожалуйста, совещания, так сотрудникам Минздрава, они будут здесь на конференции завтра, они вам все расскажут. А сейчас перерыв. Спасибо большое. И переходим в другой зал, кому интересны вопросы профилактики и науки, связанные с ней. Спасибо.